При всем богатстве выбора, альтернативы нет, как говорится. На самом деле есть небольшой выбор, но он очень ограничен. Сейчас вы поймете, о чем идет речь. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вы знаете, что я рассказываю на своем канале в последнее время про опционные стратегии, которыми я прямо так увлекся. И они позволяют здорово управлять рисками. Ну, например, давайте посмотрим сейчас на этот график. Смотрим, я могу сейчас отключить вот эти линии. Смотрим сейчас на красную линию. Вот вверх у нас, это идут прибыль, которую мы получим. А, ну, соответственно, вниз, то, что ниже нуля, убытки. Вот, посмотрите, максимальный убыток, который я могу получить. Вот сегодня, по данной стратегии, по нефти. Если сегодня же нефть упадет, вот сегодня у меня будет текущий убыток, минус 1500 рублей будет у меня на счете. Если нефть упадет до 33,5 долларов за баррель. Если нефть резко вырастет, ну, там, в случае каких-нибудь дронов и так далее, да, то у меня прибыль. Если нефть упадет еще ниже, то, значит, у меня тоже пошла прибыль. Вот такая стратегия и очень ограничены риски. Риск ограничен 1500 рублей. Больше я не потеряю. Ну, это тоже много на самом деле, потому что на счете у меня тут всего-то 22 тысячи. Вот, ну, как бы вот так. И здесь до экспирации еще далеко, поэтому я вот пока вот так вот осторожничаю. Что у нас на другом счете? На другом счете еще интересней. Вот оно, посмотрите. Я тут это все в процессе происходило, поэтому, смотрите, минимум у меня будет минус 50 рублей. Если нефть вырастет до 43,90, то есть на доллар от текущего значения. Если она пойдет расти дальше, там, на 2-3 доллара, то, соответственно, у меня прибыль. И, соответственно, если она будет падать, то у меня сразу прибыль. Вот ответ тем, кто говорит, что нельзя управлять рисками. Вот оно, пожалуйста, вы посмотрите, вот если прямо сегодня нефть, куда бы она ни ушла, она может уйти либо вправо, то есть вырасти, либо влево, то есть упасть. У меня убытки мои ограничены, прибыль моя не ограничена, но так далеко она, конечно, не уйдет там далеко. Поэтому, соответственно, прибыль будет небольшая. Здесь я буду дальше управлять этими стратегиями. И я пытаюсь помочь. Вот я рассказываю, говорю, смотрите, вот на опционах можно так, так, так. И я пытался сделать следующее. Я пытался сделать так, чтобы вы могли в режиме реального времени наблюдать за моими сделками по опционам. И вчера что я сделал? У меня уже открыты брокерские счета в Финаме, в БКС и в Альфа-банке сейчас открыты. Открыты брокерские счета у меня. Я захожу, значит, в Финам, все хорошо. И в Финаме как раз есть такой сервис Камон, который позволяет копировать, ну, как бы, сделки, отслеживать и так далее. Там есть разные варианты. То есть вот такой сервис в Финаме есть. Я думаю, хорошо, я сейчас сделаю это дело. Я сейчас скажу людям, вот он, мой счет, смотрите мои сделки. Прямо вот, и они у вас будут либо в виде сигналов, то есть вы получаете смс, либо автоматически исполняются. Что вы думаете? Все хорошо. Звоню Финам, говорю, ну, так и так, значит, я хочу там опционами заниматься. Да, все хорошо, давай. Я хочу через Камон, да, давай. Они говорят, но в Камоне опционов нет. Нельзя сделать автоследование через Камон. Я такой, ну, так это все меняет и вообще все на смарку летит к чертовой матери. Ну, хорошо. Тем более, что Финам там ежемесячная плата, насколько я помню, есть там не очень хорошо. В общем, сказать, думаю, ладно. Тогда выбора нет, я иду в Альфа-банк, потому что в Альфа-банке, когда я смотрю, значит, там брокерские счеты и так далее, там есть какие-то возможности работы с роботами. Очень такие интересные. И прямо вот у них сервис, который позволяет проектировать роботы. Я думаю, о, классно, я там буду сейчас проектировать роботов. Захожу в Альфа-банк. Классный банк. Мне вообще давно нравится Альфа-банк. Я зарегистрировал там сначала карточку. Только карточка у меня была вчера. Я, значит, пользуясь личным кабинетом банка, я моментально регистрирую брокерский счет в Альфа-банке. Через, ну, как бы, идентификация, через счет. Все прекрасно. Счет зарегистрирован. Я, значит, там захожу в личный кабинет. Очень аскетичный личный кабинет такой. Ну, хотел показать. В принципе, это не так важно. Очень аскетичный. И настраивается легко, так сказать, там система сертификации. Ну, что-то у меня не очень получилось. Я звоню в Альфа-банк, в службу поддержки. Служба поддержки отвечает достаточно быстро. И я говорю, так и так, я хочу здесь вот опционами заниматься, опционные стратегии строить там с вашим роботом. Опционов у нас нет, говорят мне. Нет опционов в Альфа-банке. В Финаме опционы есть, автоследование не включить. В Альфа-банке есть роботы, есть все, но опционов нет. Понимаете? Поэтому открытие не позволяет включить автоследование. Автоследование только Финам позволяет делать из всех брокеров известных. Но в Альфа-банке, в принципе, то есть в Альфа-банке есть фьючерсы, но нет опционов. Друзья мои, брокер брокеру рознь. И доступ к фондовому рынку дают все. То есть покупать акции, облигации можно у любого брокера. Доступ к срочному рынку уже дают не все. Например, Тинькофф не дает вообще доступа к срочному рынку, насколько я понимаю. Вот, ну, может быть, сейчас уже дает. Раньше не давал точно. То есть, в принципе, даже фьючерсов нет. Альфа-банк дает доступ к срочному рынку. Фьючерсы есть. Немного, но есть. Опционов нет. И поэтому выбор сужается. Самые, значит, там старые брокеры, которые существуют, о которых я неоднократно говорил, это открытие, финам, БКС. Ну, там фактически вот вам выбор весь. Где можно торговать опционами. В финаме и в БКС комиссии абсолютно одинаковые на срочном рынке на торговле опционами, насколько я понимаю. Вот, в финаме есть ежемесячная плата, которая берется, безусловно, там есть какой-то тариф, который не берется. Ежемесячная плата, там надо узнавать. В БКС тоже, так сказать, там дороговато, в общем сказать, там, но разумно как-то более-менее сделано. Разумно. И открытие. Открытие позиционирует себя как брокер. Он очень старый, ну, то есть я в открытии, понимаете, да. Но позиционирует себя как брокер для, ну, не совсем для самых, так сказать, там, как бы начинающих. Так как Тинькофф там или Сбербанк, например, да, себя позиционирует. Но от 50 тысяч рублей. Если меньше 50 тысяч рублей на счете у вас, то с вас будет браться за ведение счета комиссия 295 рублей. Мне кажется, она зверская. Вот. Ну, вот таким образом они отсекают от себя мелких клиентов. То есть от 50 тысяч рублей самый выгодный брокер становится все равно открытие, если вы хотите заниматься опционами. Потому что там все-таки чуть-чуть пониже комиссия. В БКС мне сказали, что попробуют поговорить, что для тех клиентов, которые придут через меня, они постараются сделать пониже комиссии. Ну, пока ответа нет. Ну, в Финаме, естественно, так сказать, ну, как бы ничего не постараются. Там, ну, несколько выше комиссии. Вот, ну, скажем так, в открытии 74 копейки, насколько я помню, на один контракт для начинающих комиссия на срочном рынке. 74 копейки на один контракт на фьючерс. Да, а в Финаме и в БКС, насколько я помню, рубль. Вот. Ну, раньше в открытии было зверская комиссия в 2 рубля, а сейчас вот 74 копейки пониже. Вот при всем богатстве выбора альтернативы нет. Второе, значит, что я могу расстроить вас, то, что, смотрите, я рассказываю про свои стратегии, и если кто-то хочет повторять мои сделки, то, друзья мои, это невозможно. Это невозможно в принципе. И мне это объяснили в Финаме, потому что они говорят, сервис Камон нельзя подключить вот это автоследование. Почему нельзя? Потому что опционы – это инструмент с низкой ликвидностью. Вот так. И нельзя там сделать автоследование, то есть теоретически нельзя сделать. Поэтому, когда я говорю вот про опционы, все, что вы можете, это не повторять мои сделки, а понять, как я это делаю. То есть, ну, я это, естественно, обучаю на курсе по опционам, я рассказываю, я веду чат в Телеграме, вчера я дважды выходил в прямой эфир, сегодня я хочу выйти в прямой эфир, и завтра для участников чата я прямо объясняю. Ну, потому что сегодня предпоследний день перед экспирацией по индексу РТС, завтра последний. Сейчас я вам покажу, что у меня происходит на индексе РТС. Вот что у меня происходит на индексе РТС. Вот такая у меня стратегия. Посмотрите, вот она принесет мне еще дополнительно, она обещает мне принести 13 тысяч рублей. Это стратегия недельная, недельные опционы 9.07 послезавтра. То есть, и всего на счете это 77 550 сейчас. Ну и представьте себе, ну, 70 550 плюс 1667, то есть прибыль сегодня была, то есть 78, 79 и еще плюс, посмотрите, плюс 11 тысяч, ну, это больше, чем 10%, ну, то есть в случае успеха, в случае, если я удержусь вот на этой вот, в этом диапазоне, если цена на индекс РТС удержится, я за этим буду следить, и об этом буду рассказывать в прямом эфире для участников курса по опционам. И можно понять просто те принципы, по которым я строю вот эти стратегии, и делать так же. Я об этом рассказываю. Я об этом рассказываю на курсе по опционам, я об этом рассказываю в чате. Вот, а повторить теоретически даже невозможно ни у одного брокера. Поэтому при всем богатстве и альтернативе выбора нет, только курс по опционам, если вы хотите получать прибыль по опционам. Ну, а сейчас я хочу показать, вот я решил завести в Excel такую табличку о прибыли по опционам, которая получается. Вот здесь вот у меня вот этот вот счет, вот он вот, видите, да? Это именно по индексу РТС, он дает максимальную доходность. Сейчас я о ней рассказываю. Вот посмотрите сюда, вот она вот доходность. Здесь, значит, мы, доходность 0% началась стратегия 25 июня. Вот эта вот область, это первая неделя. За первую неделю я получил, вот, ну, прям по дням, я смотрю, 0,7%, 2,8%, 3,8%, 3,8%, 6,3% за одну неделю. Вот, ну, мне это понравилось, я об этом рассказывал. Я, значит, дальше продолжаю строить эту стратегию. Дальше 6,2%, 6,2%, 6,2% это выходные были. Дальше 7,3%, 7,5%. И сейчас, давайте, сейчас я внесу актуальные данные. Значит, смотрим сюда. 77,550 плюс 1509. 77,550. 550, тут комиссия выучилась. Плюс 1509. 1509. Вот, немножечко она понизилась. 9,6 на текущий момент времени. 0,8 июля. И завтра, 9, это день экспирации. Ну, загадывать, конечно, дело неблагодарное. Цель у меня, вы видите. Сейчас 13,548. Я сейчас буду в прямом эфире показывать, как я немножечко хочу приподнять, там, ну, до 15, например, да. Вот, цель. Ну, это уже достаточно рискованно. Если я получу еще, скажем, да пусть будет, вот, 7,800. А это реально. То получится, в общем-то сказать, что такое 7,800? Это 10%. И если я завтра получу вот эти вот деньги, если мне это удастся, то здесь получится. Плюс сколько там? 1509 у меня уже получено. 7,800, например, да? 18%. То есть, ну, это за две недели, с 25 июня. Вы понимаете? Что у меня получится, я расскажу об этом завтра. Ну, а на сегодня, вот, как бы, все. У меня получается, что самые лучшие, так сказать, как бы результаты получаются по индексу РТС, по недельным. Народ почему-то западает на доллары, я уже сказал. Ну, вчера вот мы пытались там с долларами. Я пытался помочь, но не очень удачно. Я долларами не занимаюсь. Ну, почему неудачно? Потому что я там помогал строить стратегию, но это же чужой счет. И просто, ну, как бы, человек сказал, я боюсь. И ушел. Он закрыл позиции. Вот. Ну, вот, так бывает. Да, это психология. Это страшно. Потому что доллар стал понижаться, и он сказал, что не. Если он пойдет понижаться, это же будут убытки. И закрыл позиции. Ну, в общем, вот так. Он сказал, что нет, я пока не готов. Хотя там можно было построить вполне такую же стратегию. Но долларами, я говорю, я не увлекаюсь, вы это знаете. И на индексе РТС пока получается лучше всего. Вот эти две стратегии другие, они по нефти, они месячные. Месячные. Сейчас еще 9 июля, срок экспирации 20, там, насколько я помню, 28 июля. То есть, до экспирации еще ой, как далеко. Поэтому там сейчас 28 июля. Поэтому там сейчас пока тишь да гладь. то есть, вот пока заложены безрисковые вещи. Но процент использования ГО, посмотрите, 4,36. Я еще даже не начинал там заряжать вот эту вот гору. Поэтому все вот таким образом происходит. На сегодня, я думаю, достаточно информации. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Курс по опционам по-прежнему вы можете приобрести вон там, записаться, будете участвовать в чате. и изучать все это дело. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.